Сень победы, я гляжу и вслед, ничего в ней нет. Иосиф Кобзон. И народный артист, и депутат Российской Госдумы, и общественный деятель. Глыба. Такой второй фигуры я не видел. Но сегодня речь не об истории успеха знаменитого артиста. Вы узнаете о Кобзоне то, о чем даже не подозревали. Почему в молодости? Артист мечтал сменить родную фамилию, как в свое время поступили его старшие братья. Они взяли фамилию своих жен, когда женились. Они не хотели фамилию Кобзона, взяли фамилию жен. Неизвестные факты обо всех женах певца. Почему Кобзон заставил первую жену избавиться от ребенка на пятом месяце беременности? Мы прожили два с половиной года и расстались. Любовь к какой женщине стала причиной его развода с Людмилой Гурченко? Это тоже было понятно, что ничего не получится. Я, так сказать, естественно, и любил ее, и он переживал наше расставание. Подробности третьего брака Кобзона, который длится уже 38 лет. Я очень хотел, чтобы у нас были дети. Я очень хотел подальше от соблазнов. И история отношений с самой главной женщиной в жизни Кобзона – мамой. Сегодня впервые исповедь сына, который задыхался от фанатичной материнской любви. Я всегда, прежде чем что-то такое решить или совершить, я всегда советовался с мамой. Как же получилось, что со временем Иосиф сам стал деспотичным отцом и чуть не потерял сына? Я строго пытался влиять на их воспитание, на их школьное воспитание. Откровенное интервью Кобзона и его сестры Гелены, которая знает об Иосифе больше, чем кто-либо. Мама, она следила за его учебой, она следила за всем. Уникальные архивы семьи Кобзонов. Мы отыскали письма, которые в юности Иосиф писал своей маме. Вот это его письма. И подарок, который Кобзон купил ей на свою первую стипендию. Он до сих пор сохранился. И теперь храню я все то, что хранила мама. И интервью людей из неизвестного прошлого певца. В Днепропетровске мы нашли его преподавательницу из горного техникума. Женщина расскажет, почему Иосиф, окончив горный институт, так и не стал шахтером. А в Харькове мы встретились с Вадимом Муллерманом, мужчиной, к которому ушла первая жена Кобзона. Без объяснений в любви, без ничего, просто она быстро забеременела и мы поженились. Семейные тайны Иосифа Кобзона. Посмотрите на кумира другими глазами. В доме Кобзонов стоял шум. Ссорились отец и сын. Они кричали друг на друга с полчаса. Андрей был возмущен тем, что отец тайно проверяет его банковские счета. А Иосиф не желал признавать, что в контроле над детьми зашел слишком далеко. Первым не выдержал сын. Он изо всех сил швырнул в лицо отца бумаги и, хлопнув дверью, ушел. Иосиф устало опустился на стул. Закурил. Это была его первая сигарета за последние 8 лет. С тех пор, как бросил курить. Я действительно вспыльчивый, но очень быстро отхожу. Но отхожу. Бывают случаи, когда я не сдерживаю свои эмоции. После той ссоры отец и сын не разговаривали целый год. Кобзон не понимал Андрея. Ведь его самого мать с детства приучила к обязательным отчетам о каждом прожитом им дне. Я всегда, прежде чем что-то такое решить или совершить, я всегда советовался с мамой. Об отношениях Кобзона с матерью, Идой Исаковной, сегодня расскажет родная сестра Иосифа, Гелена. Она следила за всем. И как он ест, и куда он тратит деньги. И у меня хранятся его письма, где он пишет маме о том, что он купил, сколько стоит. Там, допустим, рубашку, костюм и так далее. Гелена нашла одну из тех писем, которые, обучаясь в столичной Гнисинке, Иосиф присылал маме в Днепропетровск. Сегодня она впервые зачитывает для зрителей эти строки. Здравствуйте, дорогие мои. Получил от вас письмо. У меня ничего нового почти нет. Правда, купил себе трикотажную рубашку летнюю за 12 рублей, шапку зимнюю московку за 17,50. Хорошие галстуки, пальто серое утепленное за 80 рублей, туфли за 15 рублей. Письма с подробными отчетами Иосиф писал, потому что был послушным сыном. В знак благодарности маме, которой пришлось растить троих детей самостоятельно. Мальчику было шесть, когда его отец ушел на фронт. Иосиф и двое его старших братьев, Исаак и Эммануил, остались на мать. Труднее всего женщине пришлось во время эвакуации. На ней была вся семья Кобзонов. Дети, ее мать и семья дяди. Единственная из родственников, Ида Кобзон, не паниковала. И действовала хладнокровно, спасая родных от смерти. Мы пытались в этих телятниках бежать след от линии фронта, от немцев. В эвакуации мама, нас трое детей, два моих брата, бабушка, брат мамы с семьей, с ребенком, с маленьким инвалидом. В общем, в семье руководила мама. Иосиф знал маму собранной, сильной, волевой. Он до сих пор помнит тот день, когда впервые увидел ее слезы. Женщина сидела у окна и держала в руках письмо. Мальчик испугался. Неужели отец погиб? Правду он поймет намного позже. Отец был ранен, контужен в 1943 году. И попал на лечение в Москву. Ну и, к сожалению, к огромному для нашей семьи. Он встретил там новую женщину. Маме тяжело было воспитывать нас одной. Вот, он не помогал ей, никаких, как принято сейчас говорить, алиментов не было. Мама тянула одна эту лямку. Она была строгая мама. Достаточно требовательная была. Мы не могли ее огорчить и подвести. Учиться мы должны были только на отлично. Она не понимала, как это четыре, три, это вообще не может быть и речи. Иосиф тоже учился. У меня сохранены все его табеля. Могу продемонстрировать, он был отличник всегда. Это эксклюзивные съемки. Гелена нашла школьные табели своего знаменитого брата. Пожелтевшие бумаги, чудом сохранившиеся за 60 лет. Вот табеля с одними пятерками. Вот тоже табель, который уже рвется. Старенький очень. По поведению у нас четыре, а так все пятерки. Та четверка разгневала мать Иосифа. Она сорвалась и подняла на него руку. А потом разрыдалась. Ей было жаль детей, которые росли без отца. Жаль себя, одинокую. И страшно за их сыновьями будущее. Иосифу было стыдно за эти мамины слезы. И в тот день парень дал себе обещание. Он никогда не огорчит маму и будет оберегать ее от волнения. Позже, уже юношей, Кобзун совершит нечто особенное. Поступок, который всю жизнь скрывал от матери, чтобы не видеть слез в ее глазах. В Днепропетровске нам удалось найти женщину, которая в свое время пострадала от Иосифа. Она – бывшая преподавательница черчения в горном техникуме, в который Иосиф поступил сразу после школы. Это единственный предмет, по которому отличнику Кобзону светила тройка. По-моему, и должна быть контрольная работа. Что-то должно быть такое, что заставило их немножко нервничать. Недолго думая, Иосиф собрал друзей и сорвал контрольную, разбив стенд с чертежными принадлежностями. Разорили мой стенд чертежной принадлежности. Там решины были все. Мы взяли и разорили его. Настолько им было. По сложности он не хотел, очевидно, его постигать. На самом деле Иосиф не хотел огорчать преподавательницу. Стенд он разбил из-за страха. Парень боялся, что, получив тройку, потеряет стипендию – целых 180 рублей. А эти деньги ему были крайне необходимы, потому что учиться на шахтера Кобзон пошел именно из-за них. И ради мамы. Мне нужно было помогать маме. Стипендия была хорошая. И в то время горняки, шахтеры, буровики, они получали хорошую зарплату. И я хотел уже, так сказать, как можно быстрее помочь маме избавиться, так сказать, от нищеты и от голода. Получив первую стипендию, Иосиф купил подарок для мамы. Он знал – женщина будет гордиться им. Купил маме такой клеенчатый кошелек и вложил в него первую рубль со стипендией. С тех пор прошло 54 года. И кто бы мог подумать, что этот подарок сохранился. Оказывается, мать Кобзона нежно хранила его до конца своей жизни. И теперь храню я все то, что хранила мама. И эту сумочку. Мне горько, мама, грустно, мама. Я пленник глупой суеты. Это актовый зал бывшего горного техникума. На третьем курсе Кобзон больше времени проводил здесь, а не в аудиториях. Он любил петь. Талант передался ему от матери, которая имела сильный бархатный голос. Иосиф понимал – петь ему нравится больше, чем изучать схемы шахт. Поэтому решил заниматься пением профессионально. К тому времени мама Иосифа вышла замуж второй раз – за полковника Моисея Рапопорта. Мужчина принял ее троих сыновей как родных. В этом браке у Иосифа и его братьев и появилась сестра Гелена. Семья была большая и дружная. Но о желании Иосифа стать певцом никто из них и слышать не хотел. В семье как-то не очень уважали такую профессию, как певец. Считали, что это что-то за профессия, а если голос потерял, вообще на улице остался. И только мама меня поддержала. Мама сказала – сынок, если ты хочешь, поезжай. А тем временем мама Иосифа не только благословила сына на карьеру певца, но и поехала с ним в Москву на вступительные экзамены. Кобзон уговаривал ее – не надо, я сам. Ведь он уже окончил горный техникум, отслужил в армии. Ему 21 год. А мать все еще контролировала его. Ему впервые было неловко от ее чрезмерной опеки. Мама пошла говорить и с завкафедрой, и с его преподавателем, и в общежитии, как он, где он живет, как. То есть, несмотря на то, что он уже был взрослым. Сказать матери, что с опекой она уже перегибает палку, значит, обидеть ее. А причинять боль маме Иосиф не хотел. В тот вечер Кобзон сидел в комнате общежития, готовился к занятиям. В дверь постучали. На пороге стоял незнакомец. Иосиф не сразу узнал родного отца. Они не виделись 15 лет. Узнав от общих знакомых, что Иосиф теперь живет в Москве, Давид Кобзон решился прийти к нему и попросить прощения за то, что бросил Иосифа и его братьев маленькими. Теряясь и смущаясь, он вдруг начал обвинять мать Иосифа в том, что не вернулся к ним. И это было огромной ошибкой. Кобзон такой обиды не стерпел. И начал говорить, что вот это все мама. И он сказал ему, знаешь, отец, если ты одно слово еще скажешь против мамы, наше свидание заканчивается. Мама нас одних воспитала, одна, без твоей поддержки. И это обсуждению не подлежит. Я думаю, что отношений не было никаких вообще. Единственное, что объединяло его с отцом – фамилия Кобзон. Иосиф хотел даже сменить ее, как в свое время сделали его старшие братья. Они взяли фамилию своих жен, когда женились. Они не хотели фамилию Кобзона, взяли фамилию жен. Я хотел тоже поменять фамилию и взять фамилию отца, отчима. Я его называл отец, батя. Он мне сказал, не надо этого делать, оставь фамилию отца. Историю рассудит, кто виноват. Он или мама, или они вместе. По иронии судьбы, Кобзон прославил фамилию того, кого уважал меньше всех. Еще в Гнесинке преподаватели отмечали невероятный баритон Иосифа и безумную работоспособность. Юноша мог дневать и ночевать в репетиционных залах, только чтобы усовершенствовать свой голос. Именно ему, студенту-отличнику, дали рекомендацию на всесоюзное радио. Так в 25 Кобзон, единственный из одногруппников, стал настоящим певцом. Его услышала вся страна. Куба, любовь моя, остров сари погрома. Доброе утро, Ягонек. Слушайте и смотрите. Обязательно буду выступать. Мама пошла на почту и позвонила, чтобы она увидела меня у соседей. У нее и не было телевизора. У соседей в этом телевизоре с таким экранчиком маленьким, она увидела меня на огоньке. На первом огоньке. Столько было разговоров в Днепропетровске. Никто по ветру шуршит листопад, звучит рещат на огне. Иосиф после каждого его выступления по телевидению звонил маме, спрашиваю, ну как? Ну могла мама сказать, ты знаешь, ты хорошо пел, но песня мне не понравилась. Дурацкая песня совершенно. Ты думаешь? Да. И стоял ты не так, как мне бы хотелось. А ты что, плохо выучил песню? А пока, как и рассчитывала мама, критика заставляла его трудиться еще больше. Его песни «А у нас во дворе» и «Где-то далеко» из кинофильма «17 мгновений весны» становятся шлягерами. В первом в стране начал петь по два, по три сольных концерта в день. Я работал неистово, я 8-9 месяцев в году, я находился на гастролях. 202 рубля 50 копеек. Больше Кобзона за один концерт не получал ни один артист. Иосифу 27. А он уже купил две квартиры в центре Москвы. Двухкомнатную для себя и вот эту, пятикомнатную, для мамы. Чтобы перевести ее в столицу. Конечно, Ида Исаковна была довольна сыном. Но очень скоро Иосиф заставил мать сильно поволноваться. Причиной первой в жизни ссоры матери и сына стала другая женщина. Первую жену Иосифа Кобзона звали Вероника Круглова. Советская певица, известная по шлягерам, топает малыш «Ничего не вижу». «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Однажды они выступали на одном концерте. И Кобзон влюбился в Веронику с первой встречи. Он был готов жениться, но мама сказала «нет». Вероника не еврейка, к тому же певица. А все артистки, по ее мнению, слишком легкомысленны. Иосиф впервые запротестовал. Любовь была сильнее страха пойти против воли матери. Вопреки ее желанию, он женился. Мама Ида беспокоилась за сына. И не понимая, что только вредит, каждый день звонила Веронике и учила, как ей жить с ее сыном. Женщина требовала, чтобы невестка сидела дома, готовила Иосифу любимые блюда и ждала его возвращения с гастролей. Это на сцене ты артистка, а дома ты жена, ты хозяйка. Она говорила «нет, я что, буду их на рубашке стирать? Я такая же артистка, как и он». Вероника не собиралась подчиняться свекрови. Когда звонила Ида Исаковна, она просто бросала трубку. Иосиф был в отчаянии. Две дорогие ему женщины воевали между собой. Он просил маму угомониться, а жену – мягче. Но обе стояли на своем. Много лет спустя, таким же чрезмерным вмешательством, Иосиф разобьет семью своего сына. Это одна из семейных тайн семьи Кобзона. Когда 20-летний сын Иосифа сообщил, что хочет жениться на модели Катерине Полянской, Кобзон категорически воспротивился. Мол, все модели – вертихвостки. К тому же, жениться нужно только, когда крепко стоишь на ногах. Юрий Судавович был против его женитьбы такой ранней. Что, наверное, и правильно. Кто сейчас женится 20 лет, я ни таких не знаю. Несмотря на запрет отца, Андрей все-таки женился. Парень надеялся, что наконец-то вырвется из-под опеки Кобзона. Но тот принялся контролировать жизнь сына еще больше. Иосиф часто звонил сыну и критиковал его жену. А саму невестку постоянно упрекал. «Если живете на мои деньги, я должен знать, на что они идут». Кобзон не замечал, что ведет себя так же, как когда-то его мать. «Папа очень сильно мешал. И я до сих пор вспоминаю это с ужасом. Он все время поучал нас, говорил, что живем мы неправильно, что нужно делать по-другому». Невестка не выдержала постоянных упреков свекра и ушла от Андрея. Виновным в разрушении семьи сын Кобзона в единственном газетном интервью назвал своего отца. После развода Андрей несколько лет не общался с отцом. У него была тяжелая депрессия. Глядя, как мучается сын, Иосиф ругал себя, потому что хорошо помнил, как было невыносимо, когда в его личную жизнь вмешивалась мать. Смотрите далее. Тайны семьи Кобзонов. Причина двух разрушенных браков Иосифа. И шокирующие события, заставившие помириться отца и сына. Устав от ссоры и скандалов, Иосиф и Вероника разъезжались на гастроли отдохнуть друг от друга. Перемирие наступило только, когда Вероника забеременела. Узнав об этом, Кобзон искренне радовался. Он хотел поделиться своим счастьем с мамой, но боялся. Так он молчал, пока Ида Исаковна не увидела сама. Мать хотела, как лучше для сына. Считала, что должна уберечь Иосифа от ошибки. Ведь ребенок, быт, привязали бы его к дому, убили в нем артиста. И женщина прибегла к шантажу. Решая, кто тебе дороже, я или ваш будущий ребенок. Он плакал и просил не делать этого. Не ставить его перед жестким выбором. Но уговаривать мать было бессмысленно. На пятом месяце беременности, когда ребенок Кобзона уже шевелился, он сказал жене делать аборт. Оставить ребенка автоматически означало получить развод. А быть матерью-одиночкой Вероника не хотела. Она сделала аборт. И из больницы к Иосифу уже не вернулась. Он еще долго не мог простить себе, что заплатил за спокойствие мамы жизнью своего ребенка и сломанной судьбой любимой женщины. Поэтому сегодня о настоящих причинах расставания с первой женой не вспоминает. Мы прожили два с половиной года и расстались, потому что она выезжала на одни гастроли, а на другие детей не было. Как же удивился Иосиф, когда спустя всего год после развода с Вероникой узнал, что она родила ребенка от другого мужчины. Вот от этого. Вадим Муллерман. Сегодня он руководитель Харьковской вокальной студии, а когда-то известный советский певец. Окей, играют настоящие мужчины. Трус не играет, окей. Вадим расскажет историю, которая мало кому известна. Чего ему не может простить Иосиф Кобзон. У меня умерла жена, она разошлась с Иосифом. Мы как-то встретились в самолете. Мы встретились два одиночества. Мы решили, хотя я знал, что она в прошлом была женой Кобзона. Однако свидетели этой истории, например, Лев Лещенко, певец, начинавший карьеру именно в то время, намекает, что Муллерман на самом деле завязал отношения с Вероникой из-за сценического соперничества с Кобзоном. Вадим не мог успокоиться. Потому что Иосиф всегда был, честно говоря, впереди него. Хотя Вадим замечательный тоже певец. Но ему хотелось доказать, что он такой же, как Иосиф во всем. И даже в его женитьбе. На самом деле у Вероники и Вадима были вполне конкретные пикантные причины пожениться. Без объяснений в любви, без ничего, просто нам быстро забеременела и поженились. Я думал о том, что у меня есть ребенок, и я не могу, сказать, сейчас по-другому поступить. У Вадима и Вероники родилась девочка Ксения. Супруги переехали в США, но со временем развелись. Муллерман вспоминает, что проблемы в семье начались, когда его карьера сошла на нет. Наши отношения с ней не сложились, особенно после того, как меня закрыли, перекрыли, и, будем так говорить, не слава, а, в общем, я начал потихонечку сходить с экрана. Но она, видно, подумала, что в дальнейшем большого будущего у меня не будет. А виновным в разрушении своей карьеры Муллерман сегодня называет Кобзона. Мол, это он посодействовал тому, чтобы Вадиму запретили давать концерты в Москве. И причина – месть за Веронику, которую Муллерман быстро повел к алтарю. Мы задавали вопросы, вот говорят, что вы там что-то мешали Муллерману. Он говорит, я никому не мешал, и все. И потом, ну, а почему концертов нет в Москве у него, там, и все. Он говорит, пожалуйста, пусть приезжает в Москву. Но я ведь знаю, что я лучше, он сказал. Что бы там ни происходило, я ему все прощаю. Я желаю ему здоровья. После развода с Вероникой Иосиф еще несколько лет не заводил серьезных отношений. Он все еще любил первую жену. Я очень хотел семью. И очень хотел, чтобы моя жена хорошо относилась к моей маме. Этого не было ни в первом, ни во втором браке. Их трудно представить вместе. Сдержанный и взвешенный Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко. Эпатажная и дерзкая. Людк! А, Людк! Путь, деревня! Певец и актриса познакомились после совместного концерта за кулисами. В одном интервью газете «События и люди» Гурченко рассказала, как это произошло. Кобзон, протянув ей руку, непринужденно спросил, «А у вас был сегодня ночью оргазм?» Такая дерзость задела Гурченко. Кобзон явно был интереснее, чем казался на сцене, в строгом костюме, застегнутом на все пуговицы. Спустя месяц они уже жили вместе, а поженились абсолютно случайно. Однажды Людмила приехала к Кобзону на гастроли, но ее не хотели пускать в его гостиничный номер. Официально артистка-певцу никто. Он пошутил, «Выходи за меня». Она не растерялась, «Хорошо». Но вскоре актриса пожалела об этой шутке. Точнее бежать Гурченко собиралась не от Кобзона, а от его мамы Иды. Наслушавшись историй, связанных с Кругловой, она поставила Кобзону ультимату. С его родней общаться не будет. Такое поведение невестки раздражало Иду Исаковну. Что она себе думает? Не нравилось матери Кобзона и то, что, как и первая жена Иосифа, Гурченко пропадала на гастролях. Мать постоянно говорила сыну, «Это не твоя женщина». И он все больше сомневался. Масла в огонь добавляли доходившие до него слухи, мол, на гастролях Людмила постоянно крутит романы. Она изменяет Иосифу. Взаимные упреки, подозрения, такая нервная жизнь, которая не приносила ни счастья, ни удовлетворения. Это тоже было понятно, что ничего не получится. Один в один конец поехал, другой в другой конец поехал. Это не семья. После трех лет брака, полных подозрений, недоверия и взаимных обвинений, Кобзон подал на развод. Гурченко бушевала. Ее, самую эффектную актрису СССР, бросили. Такого она не простила. С тех пор на тему своего прошлого Людмила Марковна интервью не дает. Однако в Днепропетровске нам удалось пообщаться с бывшей соседкой Иосифа Кобзона, Надеждой Рожковой. Ее мама была лучшей подругой Иды Исаковны. Однажды мать Кобзона рассказала приятельнице, как бывшие супруги случайно встретились на гастролях. Когда он шел в Ленинграде, встретил, или в Москве, встретил Гурченко, говорит, Мила Марковна, здравствуйте. Она так посмотрела, и говорит, черное пятно. Гурченко считала брак с Иосифом потерянным временем. В то же время Кобзон после развода не находил себе места. Вторая его попытка устроить семейную жизнь оказалась неудачной. Депрессия, конечно, была, потому что я не просто сожительствовал с Людмилой Марковной. Я, так сказать, естественно, и любил ее, и переживал наше расставание. Была какая-то депрессия, одиночество, все. Иосифу 37. Он очень хочет семью, но понимает. Вряд ли найдет женщину, которая понравится его маме. Остается единственный выход искать не жену себе, а невестку маме. Как только я увидел Нелли, я понял, что это моя судьба. Нелли – третья жена Иосифа Кобзона и самая большая его любовь. Вместе они уже 38 лет. Но Кобзон не спешил идти под венец с девушкой, которая была на 13 лет моложе его. Сначала Иосиф хотел получить согласие мамы. Ну вот, когда она первый раз Нелли увидела, вот тогда она сказала, вот это твоя жена. Только увидела. Хотя Весюдович, может, еще и не задумывался над этим. Высокий, плечистый, хорошо одетый, симпатичный. И он просто произвел на меня впечатление. Вот такая невестка ей нужна. Главное, не артистка. На момент знакомства Нелли была выпускницей пищевого техникума. Мама постоянно говорила о Нелли, хвалила. Иосиф был счастлив. Спасибо ей, что она не раздражала маму, она, наоборот, всегда успокаивала. Она уже знала, за кого она выходит замуж. И мы выяснили все отношения. Вот она как раз ответила на все мои чаяния. Это уникальное видео. Свадьба Иосифа и Нелли. Вот на этих кадрах молодоженов поздравляет мама жениха Ида Исаковна. Он привез ей свой оркестр. Ну, что такое свадьба? Вроде пьянка, да и все. А тут получился сольный концерт. И всю свадьбу, вместо того, чтобы так как обычно молодым кричат горько, мой муж пел. Для Нелли Иосиф был первой и единственной любовью. И со стороны жизнь женщины казалась сказкой. О том, как ей было трудно, Нелли никому не говорила. Ей пришлось смириться. Она всегда будет для мужа на втором месте. После его мамы. Но Нелли никогда не жаловалась, потому что любила Иосифа и знала, что повлиять на ситуацию не сможет. Нелли когда она занимается приготовлением пищи и скажем я сажусь там обедать или завтрак неважно. Она спрашивает ну как там какое-то блюдо борщ или котлетки. Я если очень вкусно я всегда говорю почти как у мамы. Она говорит слава тебе господи. Это считается большим комплиментом почти как у мамы. и она тоже может быть чем-то недовольна. Естественно как каждая жена если я пришла она начинает что-то вот все не так. Только Иосиф открыл дверь и она сразу папочка пупсик. Если в отношениях Кобзона с Круглого и Гурченко каждый тянул одеяло на себя в этом браке Иосиф безусловный лидер. Нелли устраивал ее статус жена Кобзона. Она даже ездила с ним на гастроли потому что так хотел муж. Но это был не глупый каприз Кобзона. Хватит с него недоверия в предыдущих браках. Он сделал выводы и больше не повторит ошибку. Мы с ней ездили дабы не было никаких так сказать у меня оснований и подозрений. Соблазном ее сюда вычих всегда было конечно много как у человека который на гастролях и молод и красив и талантлив и так дали. Но тот дом который создала Нелли никто никогда бы не смог им оставить. Но в семье Кобзона была серьезная проблема. Нелли поставили диагноз бесплодие. Я очень хотел чтобы у нас были дети. Я очень хотел подальше от соблазнов потому что дети действительно цементируют семью цементируют брак. Каждый день Нелли выслушивала упреки о свекрови. Неужели ты никогда не родишь мне внуков? Женщина прятала слезы и молилась о чуде. После четырех лет изматывающего лечения она все-таки забеременела и подарила Иосифу сына. А еще спустя несколько лет дочь. Иосиф и Нелли на гастролях. Дети Андрей и Наталья на воспитании у няни. Кобзон чувствовал себя виноватым перед ними за постоянное отсутствие. А когда виделся с детьми был с ними строгим и требовательным. Таким как когда-то его мать. И когда папа приезжал естественно я строго пытался влиять на их воспитание. На их школьное воспитание. На их какие-то жизненные коллизии которые у них происходили. Поэтому папа был папой Естественно что Андрей рос в как вам сказать в мифическом присутствии родителей. Они приехали они уехали и он видимо ждал того момента когда родители уедут и опять будет свобода. Со своим родным отцом Иосиф так и не помирился. Даже когда тот умер Кобзон пошел на похороны не потому что хотел а потому что попросила мама. Друзья Кобзона которые были рядом не понимали его поведение в тот день. Вот он так убивался умер его музыкант аккордеонист Вали Абрамов а здесь отец и он не плачет. Он его не знает поэтому у него эмоции чувства эти нет. Я говорю они никогда не общались. Ну такая судьба. Когда же из жизни ушел его отчим родной отец сестры Гелены его смерть стала сильным ударом для Кобзона Вот когда папа не стал для него была жуткая трагедия жуткая трагедия он даже все время говорил мне кажется я не смогу очень долго петь Я обожал и обожаю по памяти его он был удивительно чистым человеком для него не было разницы его родные дети его приемные дети мы все испытывали отеческую заботу отеческое внимание однако самая страшная трагедия ждала Кобзона впереди 91 год Иосифу потребуется много сил и мужества чтобы пережить его он окажется для Кобзона самым ужасным испытанием за всю жизнь в тот вечер певец возвращался с очередных гастролей по дороге домой ему позвонила мама и она ему сказала сыночек я тебя хочу попросить по дороге из аэропорта заезжай ко мне он говорит мама я приболел у меня болит горло и плохо себя чувствую давай я к тебе завтра приеду она говорит а сегодня никак у Иосифа было правило после гастролей он всегда приезжал в эту комнату проведать маму потому что знал она его ждет и не находит себе места пока он в дороге но на этот раз он сказал нет Иосиф всегда делал все как она хотела но ему уже 53 и сейчас он уставший измученный сонный совсем без сил в конце концов он имеет право не послушаться и он не приехал больше маминого голоса он никогда не услышит а утром я не встала в секунду буквально утром видимо она встала и сердечная недостаточность она упала и вот там где стоят цветы вот здесь мама не стала на этом месте она лежала когда я открыла дверь конечно для меня это было жуткое совершенно горе жуткая трагедия уход мамы из жизни ну во первых потому что мне не стала мама а второе то что он не приехал по ее я сказала что сколько он будет жить столько для него это будет тот камень который он будет носить за душу он никогда себе не простит что не попрощался с мамой что не успел попросить прощения за обиду впрочем однажды Иосиф чуть сам не поставил своего сына в такую же ситуацию 2002 год апрель всегда полный сил Иосиф Кобзон угасал на глазах он долго скрывал что плохо себя чувствует но наступило время когда терпеть боль уже не было сил ну видимо что-то его беспокоило он пошел на обследование он слушал и не верил рак четвертая стадия жить ему осталось полторы недели американцы говорят диагноз в глазах потому что они считают что человек мобилизует свои силы внутренние резервы какие-то и начинает бороться это тот случай когда человек просто сильный очень я не понимаю какой силы надо иметь какого духа чтобы не понимать с ним случилась беда а рядом впервые не было той которая всегда знала что нужно делать Иосиф растерялся и опустил руки забыв что в его жизни есть люди которые будут бороться за него до последнего жена и дети они немедленно отправили Иосифа на операцию в Германию и сами полетели вместе с ним поддержать подбодрить не вспоминая об обидах прилетел даже сын и конечно вся семья прилетела дочь прилетел сын прилетела я и мы танцы и песни устраивали вокруг него я потрясен его силой и способностью бороться это пример для всех он болен болен тяжело он борется родные всегда видели Иосифа сдержанным сильным но здесь в больнице он не мог скрывать что ему страшно единственное чего хотелось взрослому мужчине прижаться к маме словно маленький мальчик я приготовила этот мамин борщ и когда ему дали этот борщ он услышал этот запах он ел и я видела что капают слезы в эту тарелку через несколько дней операция Кобзон нервничал но в один момент страх отпустил его он понял что все будет хорошо такой знак подала ему мама она приснилась дочери Гелены и рассказала что Иосиф будет жить с ней она никому никогда не снилась и просила вам передать чтобы вы перестали плакать она с ним не скоро встретится ну так что мама его ангел-хранитель и видимо она как бы ну отстранила его той черты над пропастью которой он стоял вот я в это очень верю операция прошла удачно опухоль удалили и кризис прошел врачи обещали что дальнейшее лечение гарантирует полное выздоровление уже через неделю после операции Кобзон поехал домой сын вернулся в Лондон где он теперь живет Андрей поддержал отца в трудное время но это не означало что он простил его за постоянное вмешательство в свою личную жизнь тем временем похудевший и осунувшийся но живой и с надеждой на то что вскоре окончательно победит болезнь Кобзон прилетел в Москву его бывший скажем состав оркестра время зная о том что такая ситуация нас никого не предупредили они договорились между собой приехали в аэропорт с инструментами и когда открылись вот эти двери и он пошел они стали играть мелодию комсомольской песни он бедный аж остолбенел он уже сам пошел там его вели но тут он пошел сам но уже через три месяца после операции Иосиф Кобзон добровольно бросил себя на еще более страшное испытание Октябрь 2002 Россия в шоке во время спектакля Норд-Ост террористы захватили театр на Дубровке круглосуточно с места события прямая трансляция уже известно что террористы убили женщин без объяснений и предупреждения они угрожают убивать каждый час если не удовлетворят их требования все попытки найти общие язык с шахидами тщетны но вот какой-то смельчак идет внутрь к террористам камера ближе это Иосиф Кобзон он идет к террористам на переговоры только ему народному артисту Чечено-Ингушской республики преступники разрешают прийти к ним цель Иосифа спасти как можно больше людей если уж у него есть такая возможность вероятно именно ради этого дела небеса и оставили его на земле отец неинтересно быть все время на острие каком-то и общаться с теми людьми которые находятся в стрессовых ситуациях только оказавшись один на один с террористами Иосифу вдруг стало страшно не за себя он боялся за сына если случится беда Иосиф не выйдет из здания Андрей будет жить с тем же камнем на сердце с которым жил и сам Кобзон с виной за то что не успел помириться с родным человеком и потерял его от террористов Кобзон вывел женщину и троих детей а потом достал телефон и набрал абонента которому не звонил несколько лет своего сына Андрея если я был неправ я нахожу в себе силы для того чтобы попросить прощение сказать ну прости ну вспылил что-то настроение плохое было я думаю что проходит время и каждый из них оглядывается и встречи ну что будешь роднее сына два года назад сын Кобзона второй раз женился на корианке Анастасии Цой и отец на этот раз не вмешивался Иосиф изменился и нашел в себе мудрость быть мягче и снисходительнее к своим детям чем в свое время его мать собственные ошибки научили его тому что любовь требует компромиссов иначе она ломает жизни даже тем кто тебе не безразличен и кому желаешь добра не знаю сколько мне доведется так сказать жить на этом свете но то что я спокойно могу уходить что мои дети мои внуки будут помнить обо мне я в этом уверен «Обоймен» с «Обойм» 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 Субтитры создавал DimaTorzok